Первая украинская и единственная в своем роде подводная лодка. Разработанная киевскими инженерами, она уже занимает первые места на международных выставках. Это просто шедевры, потому что вот тут действительно аналогов в мире нет. Подводная субмарина «Кронос», способная обеспечить высадку десанта, проводить разведку, вести огонь торпедами и при этом оставаться невидимой для вражеских радаров. Открытие прошлого года украинских инженеров сегодня уже доработано и прошло испытание. Так на что же способна первая в истории независимой Украины отечественная подводная лодка? Смотрите сегодня в арсенале. Ее разработка началась еще в прошлом десятилетии. С первого проекта киевских инженеров, плавающего БТР-амфибии «Шторм». Сегодня у компании уже несколько сотен заказов на эти броневики. Многие из тех инженерных решений легли и в концепцию новой подводной лодки. Разработчики говорят, главной задачей стояло создать именно мобильную подлодку. Ведь «Кронос», по сути, вмещается в прицеп обычного пикапа. Крылья снимаются и перевозятся отдельно. А сам корпус в длину занимает не более 9 метров. Лодка вышла настолько компактной, что полностью вмещается в обычном морском контейнере. И в случае необходимости в кратчайшие сроки может быть перекинута в любую точку мира. Однако размер далеко не главное преимущество «Кроноса». Его космический дизайн уже говорит о том, что это техника нового поколения. Однако выбран он был не от любви к фильму «Бэтмен». Такие формы позволяют лодке быть чрезвычайно маневренной и быстрой. А конструкция, которая предусматривает два двигателя на крыльях, делает «Кронос» единственной подводной лодкой в мире, способной буквально зависать на месте, сбивая с толку радары противника. «Малозаметная, причем не только для радаров, но и для эхолотов, и для сонаров, для морских радаров. Потому что корпус лодки состоит из композитов, то есть не металлический». В том числе формы «Кроноса» дают ему еще одно преимущество над большинством подводных лодок. Это возможность работы на малых глубинах, буквально на нескольких десятках метров. Кроме того, облегченный вес в паре с гидродинамическим дизайном позволяет «Кроносу» показывать фантастические результаты, как для его размеров. Например, в море подлодка может находиться более двух суток. При этом обычных дизельных двигателей, которые можно было бы постоянно дозаправлять, там нет. «Кронос» – подводная лодка, причем электрическая подводная лодка. Именно это позволяет выполнять ей ряд заданий, на которые большая часть подлодок попросту не способна. Например, при желании «Кронос» превращается в подводного разведчика. Причем на подобном задании никто, кроме металла и пластика, пострадать не может. «Может работать в беспилотном режиме». Однако главной задачей для «Кроноса», вероятно, станет заброска десанта в труднодоступные места, прогнозируют аналитики. Ведь, несмотря на размеры, подлодка способна вместить 10 снаряженных бойцов. Подобные аппараты можно использовать, прежде всего, для высадки разведывательной диверсионной группы на территорию противника. Но не стоит забывать, что при своих характеристиках «Кронос» – весьма многозадачный аппарат. И если у вас сложилось мнение, что это лишь подводное такси, вы глубоко заблуждаетесь. «Может быть как ударная лодка, нести торпеды и ракеты, а может использоваться в качестве разведчика, то есть быть оборудована разведывательной аппаратурой». «Кронос» вполне способен отбить атаку, а также самостоятельно атаковать заданную цель. Учитывая маневренность, практически бесшумный ход благодаря электродвигателям и весьма немалую скорость под водой до полусотни километров в час, этот, казалось бы, футуристический малыш – весьма грозное оружие. «Имеют торпедные аппараты, средства самообороны, так и средства для возможного уничтожения защищенных целей». Средств уничтожения производителям указано два. Это итальянские торпеды производства компании «Леонардо». «Кронос» способен нести четыре торпеды поменьше или две более крупные. В первом случае речь идет об изделии «Черный скорпион». Это ее реальный размер, полномасштабная модель. Это пятидюймовая торпеда. Она может погружаться на глубину от 40 до 200 метров. Ее скорость – более 15 узлов. Ее можно запускать с беспилотников, с легких самолетов, с небольших подводных лодок. Этот малыш длиной чуть более метра несет около трех килограмм взрывчатки в тротиловом эквиваленте. А учитывая возможность отложенного подрыва, можно говорить, что он с легкостью потопит небольшой катер или, скажем, десантный корабль. Вторым типом торпеды, под которой оборудован «Кронос», стала «Черная акула». От того же производителя «Леонардо» более шести метров в длину она несет около 350 килограмм взрывчатки. И тут уже с уверенностью можно говорить, что такое попадание потопит практически любой боевой корабль. При этом, сделав свою работу, «Кронос» с высокой вероятностью сможет, как говорится, выйти сухим из воды. Его незаметность для радаров, феноменальная скорость под водой 50 километров в час и возможность буквально лететь над водной гладью со скоростью 80 километров в час практически не оставляют преследователям никаких шансов. Под водой это внушительная скорость. В основе подобного аппарата движется применение электродвигателей, это обеспечивает малошумность, форма обеспечивает высокую скорость. Концепция эта хорошая. Насколько это может работать на практике, но тут может показать только практику. К слову, на практике, производитель предусматривает использование «Кроноса» не только в бою. Его также можно привлечь к поисковым операциям или, скажем, к научным экспедициям по изучению морского дна. Однако, учитывая, что ситуация с глобальной безопасностью накаляется, несомненно, главный интерес мировых экспертов «Кронос» вызывает именно благодаря своим боевым качествам. И тут с уверенностью можно сказать, что украинские инженеры наголову превосходят всех конкурентов. В таких размерах, с такими характеристиками и такой многофункциональностью подводных лодок, кроме нашей, просто нет. В плане разведывательно-диверсионных или ударных управляемых и неуправляемых ударных дронов, это просто шедевры, потому что вот тут действительно аналогов в мире нет. Что же касается вопроса, задействуют ли «Кронос» в операциях на территории Украины, оставим его открытым. Ведь подобные разработки наших конструкторов всегда лучше преподносить оккупанту в качестве сюрприза. Если вам понравилось это видео, не забывайте поставить ему лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски «Арсенала». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok